Так, мы находимся вот здесь вот на кордоне Лаганаке. Наш маршрут, скорее всего, единичка или пятерка. То есть вот-вот-вот. Сюда будет радиальная у нас Фишт, Оштон. И потом сюда КПП Белый ручей и уже выход к Лазаревскому. Вот Дагомыс, Сочи, а здесь Лазаревская. Вот это наша банда из девяти человек. Я девятая, и у нас восемь ребят. Кстати, многие здесь, в том числе, велотуристы. Даже, скорее всего, все велотуристы, которые разбавляют велотуризм пешим туризмом. Виды, конечно, классные. Высоту потихоньку набираем. У нас на сегодня план в 10 километров дойти до приюта Инструкторская щель. А вообще в Кавказском заповеднике остановка с палатками исключительно в определенных местах. И это, как раз-таки, приюты. Вот, поэтому мы идем до него. Сейчас там 2 километра где-то осталось до перевала. Потом к этому приюту будем спускаться. Такой идет активный набор. Ну, он, конечно, не вертикальный, не как в Киргизии у нас был местами с велосипедами. Но все-таки набор. Вот мы в приюте Инструкторская щель. Посмотрите, как много здесь людей. Ну, возможно, это еще и много, возможно, бывает здесь больше. Но для нас, для туристов, которые забираются подальше в безлюдные места, это, конечно, просто нереально. Но, опять же, это только разрешенное место стоянки в Кавказском заповеднике. Поэтому, как бы, люди все здесь. Вот здесь вот речка протекает. Там он вообще палатки стоят, у которых снизу вот эти деревянные поддоны. Ну, там самые, видимо, блатные. А вот эти все простые, смертные, кто где успел, занял. Мы, на самом деле, еще и сверху оттуда приглядели такую вот полянку. Вот она у нас будет. И это, прям, я считаю, круто. Так что у нас все-таки 9 человек. Как минимум у нас 7 палаток. Здесь сейчас и разместимся. А у нас, между тем, оттуда пришло облако. Вот оно, видите, какое низкое. Примерно слева оно оттуда пришло. Вот так вот проходит над нашими полянами. И вон туда идет в ущелье. И вот сейчас все там кричат. О, смотрите, сюда, как красиво. Да, там еще солнышко. А у нас ужин полным ходом. У нас, на самом деле, очень классное место. Мы как бы стоим на самом краю. И вот здесь вот речка. И все туда ходят мыть посуду, мыться сами и так далее. И вот через вот этот лагерь, получается, все проходят. Он как проходной. А через наш никто не проходит. Потому что после нас уже вот, все. Такое ущелье небольшое. Так что место у нас прям здесь зачетнейшее. Собственно, плата это наша основная цель. Дополнительные цели озера Псенодах. Попробовать подняться на фиш. И аж там радиалками. Идем мы здесь достаточно неспешно. В темпе мы же велосипедисты. Пешее направление у нас прикладное. Нужно нарабатывать навыки. И не терять их для будущих велосипедных, ну и смешанных экспедиций. Сейчас у нас как раз второй ходовой день. Мы выдвигаемся из приюта Инструкторская щель. И движемся на озеро Псенодах. Туда-сюда выйдет где-то примерно 15 километров. Погода жарень нереальная стоит. Где-то 40 внизу. Где-то почти плюс 30. У нас здесь на двух тысячах. Народе еще просто толпище ходят. В общем, немного непривычно видеть огромные лагеря. С одной стороны, это так воодушевляет. С другой стороны, вечером гитары, оры, крики, фонари. В общем, не всегда есть приятно. То есть, примерно то же самое с блютуз-колонками. Можно наблюдать в Подмосковье. На маршруте у нас 9 человек. В принципе, основа это постоянные участники. В том числе, больших походов и пеших, и велосипедных экспедиций. Три относительно новых участника. Один прям новый-новый-новый совсем. Для нас. Но это не значит, что у него нет опыта. В целом, все опытные. Темп, я думаю, выдержат все. От возраста от 30 до 70 лет. В общем, будем двигаться, не торопясь, наслаждаясь горами. Чтобы с одной стороны и не устать, а с другой стороны устать так, чтобы соскучиться по велосипеду. И с удовольствием ехать уже в следующие походы. Мы идем на озеро Псенодах. Я пока снимаю либо со спины, потому что солнце у нас сзади. Виды там шикарные, но я думаю, камера ничего этого не возьмет. Мы налегке. Ну, мы, например, с Лешей разделили. Он туда несет рюкзак. Я несу обратно. Потому что много нам нет смысла брать. Мы сегодня взяли кан. Ну, у нас он титановый. Все для супа. Это палка колбасы. Сухая вот заготовка из морковки, лука, картошки. Чуть-чуть риса, по-моему, туда. Ну, и пакетик вот этот супной такой, типа а-ля борщ или харчо. Что-то в этом плане. Немножко печенек и чай. То есть вода там будет, там мы ее попьем. Вот, время еще девяти нет, а уже жарко. Но еще пока есть ветерок. И он единственный хоть как-то спасает. Пока мы тут на одном из хребтов фотографировали красоту, ребята, вон уже, смотрите, куда учесали вниз. Мы идем к озеру. Даже не знаю, может, оно вот там где-то, в ущелье. Но оно должно быть среди гор вокруг. То есть в такой котловине. Вон, ребятушки, хорошо видно. Дорожка из широкой у нас стала вот такой узенькой. Мы идем по склону. Получается почти на одном уровне. Идем по склону. Тут уже друг за дружечкой. Рядом уже не пройти. Мы на озере Псенадах. Вот так вот оно выглядит. О, сколько воды. Полно народу. Мы готовим обед. У нас сегодня борщ. Очень наваристый борщ. Но нет половника. Забыли немножко. Зачерпаем кружкой. О, кстати, кружкой, да. Вот здесь вот протекает речка, как раз втекает в озеро. Там мы набрали воды. Мы, значит, уже почти поели. По-моему, чай начали готовить. Подходит мужчина. Ну, он как бы пришел, получается, вот сверху, откуда все заходят. И входит вдоль озера. То есть мы как бы, ну, не ожидали. Думаю, пройдем мимо. Он такой спрашивает, а что вы без велосипедов? Мы такие, откуда вы узнаете? Говорит, а я все ваши видео на ютубе у Димы смотрела. То есть нас узнали. Ну, Сергея, наверное. И, возможно, меня. Поэтому его вопрос был, а что вы без велосипедов? Вот так вот забавно нас уже узнают. Все, мы уходим с озера. Время второй час дня. Ну, час, наверное. Вот так вот оно выглядит сверху. Когда мы к нему шли, я не успела вам заснять. Красивое. Это Карсовое ледниковое озеро. А нам пока вон в горку пилить. А потом более-менее лучше станет. Так, мы возвращаемся обратно. В приют Инструкторская щель. 7 километров нам туда. Ну, мы уже километры, наверное, точно прошли. Хорошо с утра было. Мы же в 8 вышли. Еще воздух после ночи был такой свеженький. А сейчас уже жарко. То есть, в любом случае, никак не подгадать, чтобы было ну, как бы и туда, и обратно комфортно. Потому что расстояние небольшое. Плюс мы налегке, и скорость, естественно, выше. Но вот здесь вот по хребту мы идем. Траверсом. И ветерок. То есть, он прям спасает-спасает. Без ветра было бы сейчас уже пекло. Поэтому пока терпимо. Единственное, сейчас мы тут перевалим. Мы берем. А дальше пойдем уже более-менее так, плоско. Из-за чего-то экстремального. Доброе утро. Сегодня у нас третий день. Вчера мы сходили на озеро Псенодах. И вчера же мы уже поменяли планы. Мы сегодня хотели перейти в приют Фишт. Порядка 10 километров недалеко. И уже оттуда взойти на Оштен. Но так как завтра погода будет нестабильная. Менее стабильная, чем сегодня. То решили сделать как? Решили отсюда же, с этого же места, с приюта Инструкторская щель. Сходить на Оштен. Здесь тоже есть дорога. Подняться. А уже завтра перейти в приют. Фишт. И ночью уже был дождик. Сегодня такой слабенький. Но с утра опять ясно и хорошо. 6 утра. Лагерь уже вовсю просыпается. Они, мне кажется, с 5 уже начинают просыпаться. Нам еще это немного непривычно. Нам в 6 самый оптимальный подъем. Хотели Глимов вчера спать. Наверное, в 9. Все, мы выходим. Стартуем на Оштен. Надо сначала через наш приют прорваться. Через палатки. Мы стоим на джиме. У нас вообще все хорошо. Через нас никто не ходит. Вчера мы уходили вот туда, на Псенодах. А сегодня мы идем на Оштен. Вот видите, наша тропка пошла вверх. И где-то вот он там в облаках. Надеюсь, их продует. А там, где мы вчера ходили, вон уже лошадки пасутся. Сегодня третий день нашего пешего похода в Лаганаки. Мы по-прежнему ночуем в инструкторской щели. И сегодня у нас небольшие перестановки в планах. Сегодня мы решили совершить восхождение на Оштен. По нескольким причинам. Первое. Все-таки с инструкторской щели общий набор высоты будет ниже. Меньше, точнее. А что касается погоды, то сегодня более-менее стабильная погода. На завтрашний день ожидается переменчивость. И мы уже точных прогнозов не знаем. Мы без сети. Мы доберемся до приюта Фишт. И там уже в администрации, наверное, как-то или у ребят уточним прогнозы. Поэтому сегодня мы идем. Штурмуем опять налегке. С собой только перекус. Условно говоря, колбаска, печенька, водичка. Опрашивая местных жителей... местных жителей предыдущих групп. Мы поняли, что воды наверху нет. Поэтому берем ее побольше. Плюс восхождение будет занимать где-то примерно 3-3,5 часа. У нас темп невысокий. Мы все-таки велосипедисты. Это наша такая разминка-подготовка. В общем, как пойдет, посмотрим. Думаю, еще несколько кадров совершенно сделаем. Когда это все покончится? Это только началось. Ну, правда. Ну, как вам подъемчик первый? Да, все нормально. Хорошо. А некоторые вот так вот падают сразу. Вот там вот нас сдувало. Где тропа, видно люди. А здесь почему-то тихо как-то стало. Думально? Где-то там. Потихоньку приближаемся. Скоро войдем вон туда, наверх, в облако. У нас на видео много людей будет, не удивляйтесь. Здесь очень популярные маршруты. Вы видели уже наш лагерь. И, соответственно, все ходят примерно по одни и те же места. А это для веломаршрута непривычно. Потому что обычно у нас на видео только участники. Те, что не думайте, что это все наши участники. Это просто другие туристы. Может, ледник выпертали? Небольшой каменистый участок. И вон туда, наверх. Вот так вот нас накрывает облаком. Только что мы увидели вот там склон, куда все поднимается, все уже молоко. Вот и напрямую. Вот, теперь вся наша группа. А то тут столько народу, и мы постоянно перемешиваемся. Я когда снимаю, ощущение, что очень много людей в группе. Нет, вот теперь все наши тут. Ползут наши букашечки. Подъем, ну, конечно, не вертикальный, но достаточно крутой. Есть камни, а есть вот так вот вытоптанная земля. Лесенками по ней вполне хорошо поднимаются. Уже даже не видно поляну, откуда мы поднимаемся. Так, мы... Ну, уже я не могу походить. Аштен вот там. Здесь вот плоско, седло такое прям. Сейчас вот здесь поднимемся, пойдем плоско. Ну, вот пока он в туче. У нас тут сеанс связи голосовой, единственное. Интернета нет. Но здесь мы наконец-то смогли позвонить. Потому что в приютах, ну, естественно, они намного ниже, никакой связи нет. А тут вот ловят. И позвонили мамам, папам, родным. Это, конечно, все нормально. Пока Аштен виден, вон он с флагом. Вот по седлу сейчас пойдем. А поднимаемся мы вот отсюда вот эта вся наша дорога. Ее, в принципе, должно быть видно. Отсюда даже, вон, приют видно. Инструкторскую щель. Где-то там наши ребята. И вот периодически облако вот так накрывает. Сейчас оно пройдет, и будет все видно снова. Всю красоту там. Всю красоту там. И снаряжение. Я в своих любимых соломоновских кроссовках. Мы когда пещерные города и каньоны Крыма ходили, я тоже про них рассказывала. Не перестаю ими восхищаться. Мне они очень нравятся. Карбоновые палки. С такими вот клипсами. Остальная одежда, на самом деле, ничего такого сверхъестественного. Все то же самое, что и на вело, в принципе, практически. Сейчас вот эта вот ветровка, которой была я в восторге после аметистового берега. Я снова в ней. Внутри у меня только майка. Один слой, и мне хорошо. И не жарко, и не холодно. Все, мы на вершине. Ждем ребят. Будем перекусывать. Ждем ребят и будем здесь кушать. Ребята где-то наши идут вот где-то среди этих силуэтов людей. Спускаемся обратно. Но хочу вам кое-что показать. Вот это вот Аштен. Вот это Фишт. И на него пойдем где-то послезавтра. То есть мы перейдем в приют Фишт. Он с той, наверное, стороны где-то. И уже с приюта будем так же налегке восходить на него. Зачастую спуск сложнее подъема. Вот сейчас участок каменистый, но он достаточно отвесный. Сложно, наверное, показать на камеру, но прям тут приходится ножки напрягать, чтобы по спухе где-то не скатиться. Ну и в принципе ловить свое внимание. Потому что где-то можно замешкаться и съехать просто. Ну, нога уйдет вперед. Поэтому надо внимательнее. А вниз уже, вон там, где трава, будет легче. Возвращаемся в очередном облаке. А еще буквально полчаса назад было ясно, а мы пошли обратно, немного другой дорогой, через пик Татьяны, но выйдем все так же к себе, в приют, в инструкторскую щель. Просто мы заходили с той стороны. Ну, видите, какой туман. Вон наш приют, инструкторская щель. Сегодня с утра мы прошли вот здесь вот низом. И сейчас попробую найти. Ну, и где-то вот там, получается, дальше мы поднимались, чтобы идти коштину. А видите, возвращаемся где сверху. Вот это виды. Посмотрите, даже несмотря на то, что они немного в облаке. Ой, какое все зеленое. Ну, вот здесь вот завтра мы пойдем. Вот вниз и к фишту, к приюту. Вон пещера, наверное. Нет? Скорее всего, где-то под нами, да. Какая красотень. Я думаю, даже здесь можно спуститься. Все, мы в лагере. Сходили и скупались. Вода сегодня холодная. Мега довольны днем, потому что и много посмотрели, и на Оштен поднялись. Оштен. И прошли еще другой дорогой обратно. Прекрасная, красивейшая луга. Почти нет народа. Там, где мы шли, мы даже никого не встретили, только в конце заглянули в пещеру, которую тут отсюда видно хорошо, но к ней было каждый раз лень подниматься. Ну, то есть мы уже из лагеря такие, ой, надо сходить, ой, надо сходить. А тут, получается, сегодня такой достаточно насыщенный день. И вот эти вот облака в молоке, и солнечно, и ясно. И со Штена видели фишт, соответственно, и видели приют фишта, фишт, который мы завтра пойдем. Ну, в общем, прям очень насыщенный день у нас сегодня. Куча впечатлений. Время 7 вечера, и у нас вот такой вот Silent Hill опять. Мы начинаем готовить ужин. Ничего не видно. 10 августа утро. У нас ночью был дождь, с вечера была гроза, здесь все сверкало. Мы сверкало как будто за, ну, не за горами, за холмами ближайшими. Мы успели поужинать, мы попили чай, уже легли спать, и только тогда начал чуть-чуть накрапывать дождь, а уже потом, ну, погремело, и посильнее ночью был пару раз дождик. Сейчас он тоже такой. Вот сейчас идет дождь, но до этого буквально минут 5-10 назад его не было. Потом он опять начинается, но такой мелкий, моросящий дождик. По прогнозу, сегодня была пасмурная погода, и мы как раз сегодня должны прийти в приют Фишт 10 километров к нам. Пока готовят завтрак, ребята, я вот в вещах собираюсь своих. Ну все, мы выходим с приюта, идем до следующего, десятку. Маршрут у нас будет преимущественно вниз, мы порядка 500 метров сбросим высоты. Распогодилось, дождики все ушли. Здесь уже достаточно, ну, где-то час точно без дождей. Вот просохли палатки, и в принципе тепло, очень даже тепло. И тропа, что хорошо, уже сухая, то есть она не размокла, не раскисла, поэтому выдвигаемся, все хорошо, а дальше посмотрим по погоде, что будет. Уже от этого будем планы строить по дневке, по восхождению на Фишт. Дойдем до приюта, там, возможно, еще более подробные прогнозы узнаем у местных. Реальность дрижни. Скорее всего, сейчас перевалим и там больше вниз уже пойдем, но виды, конечно, бомбические тут. Везде виды бомбические, зелень сочная после дождика, еще сейчас пасмурно, а зелень при этом такая более насыщенная становится, но солнце она все-таки перезасвечена, ну, как я это понимаю для своего глаза, да, то есть еще и в глаза солнце светит, а сейчас она прям такая вся сочная. Мы уже по пути в самом начале практически от лагеря, кстати, очень близко, видели какахи медведя, свеженькие такие. Чего это он к лагерю подходил, непонятно, к приюту. А ребята, которые тоже с краю стояли, говорят, видели его вчера на снежнике, типа, снеж, снег ел, пил воду, может, не знаю, что-то делал, в общем. Поэтому идем, громко разговариваем. в очередную красотищу пришли. Просто бомбически. Сейчас поднайду поближе. Ой, какие леса внизу. Дорога, как будто снизу идет дорожка. Мы же там где-то вчера сверху шли, как раз не доходя сюда. Ой, сколько леса, леса, леса. Он, конечно, весь ниже, на высоте его уже нет, но мы сейчас к нему спустимся. Сегодня четвертый день нашего пешего похода по Плате Лаганаки. Сегодня у нас переход из приюта Инструкторская щель до приюта Фишт. Выйдет, наверное, этот фактически как полудневка. Расстояние здесь небольшое, около 10 километров. В принципе, тропа вот за моей спиной. Достаточно, ну, полого смотрится. Два небольших перевальчика. Будем отдыхать и уже смотреть, как мы будем восходить на Фишт, потому что у нас фактически не считая сегодняшний день осталось 4 дня указанных в пропуске. За это время нам нужно зайти на Фишт, желательно сделать еще бы одну дневочку и два дня на выход. То есть мы будем прямо вот оперировать нашими движениями, исходя из погоды, которая будет накануне и на следующий день. В пасмурную погоду прям кайф идти. Солнце не жарит. Достаточно свежо. И здесь еще вот в этом ущелье, где мы сейчас идем, нет ветра. То есть прям комфортно, комфортно сегодня. Если бы сейчас было палящее солнце, как мы только-только выходили с КПП сюда на плата, в Кавказский заповедник. Ох, было тогда тяжело. Там 10 километров нам показались просто какими-то нереально долгими, тяжелыми. Ну и плюс у нас еще была на тот момент полная загрузка по еде. Сейчас все-таки три дня и одно утро мы уже съели. Внизу лес зелень. Вообще прям виды. Сосны появляются. Ой, солнышко выходит. Сейчас нас будет поджаривать. Все, распогодилось. Вышло солнце и жарит нас нещадно. А еще вот эта влага после дождя, когда нет ветра затишье. Вообще ощущение все-таки в бане такой травяной. Потому что еще и травами, и цветами пахнет. Цветет здесь сейчас очень много всего. Всех цветов. И белые, и фиолетовые, и розовые, и бледно-розовые, и желтенькие. Конечно, краски очень яркие, несмотря на то, что с середины августа. Вот. И иногда, когда солнышко чуть-чуть скрывается, хоть прям это, освежает. А так, душненько, конечно, жаришко. Скорее всего, здесь в долине внизу река течет белая, на которой как раз приют Фишт. Мы все снижаемся и снижаемся. Уже появляются деревья, наконец-то. Немного, но есть. Тут вот такой каменистый участок. Как будто, ну, может быть, со снегом вместе этот камень падает. Там где-то журчит река еще. Так что у нас сегодня покрытие прям разнообразное, разнообразное. И хочется уже быстрее в лесок, вниз. Но нам его, на самом деле, вот здесь обогнуть и там уже спуститься. А это Фишт, кстати, перед нами, на который мы завтра или послезавтра пойдем, посмотрим по погоде. Не знаю, говорил я или нет, расскажу об участниках. Изначально нас планировал здесь человек. Сегодня, вот на четвертый день, нас восемь. Один человек позвонил за полчаса до отправления поезда из Москвы Сергею. Сказал, что типа самочувствие у него, со здоровьем что-то. Это неизвестный нам участник с нами, он раньше никуда не ходил, не ездил. Сегодня Паша пошел обратно на КПП в Лаганаке, потому что у него воспалительный процесс. Он за ним наблюдал, он у него начался еще в Майкопе, он сказал, будет наблюдать. Сегодня сказал, что так как наш приют инструкторская щель максимально близкий к цивилизации, поэтому он пошел десятку обратно. Там он, скорее всего, возьмет какую-нибудь машину и поедет в Майкоп. Остальные. Миша присоединился вообще к нам в этом году, был на открытии, был в ПВД и был в Большом походе Аметистовый берег. Леха с нами ходит постоянно, но ходит он с нами только именно большие велопоходы и пешие. В Пешем он был в прошлом в Кавказских железных дорогах, в этом году он был также в Аметистах. Ну, я Сергей, получается, Юля, Юля с нами тоже уже не первый год, года с 19-го, наверное, точно. В этом году у нее максимум с нами походов. Она проехала Калмыкию, она проехала с нами Аметистовый берег и вот идет пеший поход. Юля с Питера. И три участника, они с походным опытом, больше у них опыт велопоходов, Арсений, Ева и Анатолий. С Арсением, с Евой мы в Подмосковье катались, они были у меня в ПВД двухдневном в начале лета. У Анатолия, вот он нам уже какой день рассказывает, большой опыт и на байдарках. В первый день у него был день рождения, ему исполнилось 70 лет. Он прям красавец, идет бодро, рассказывает нам много интересных историй. Вот такой вот у нас состав. Да, пока здесь нигде нет тени совершенно, только вот вниз сейчас зайдем в лес и будем кайфовать. вон приют и на палаточке стоят. Осталось два километра. Мы думали, пойдем сейчас по этому лесу, но нифига, дорожка идет с этой стороны. Воздух такой уже прям горячий. Даже когда ветер дует, уже такой теплый-теплый. Ну и время сейчас где-то 12 часов. Ну ладно, последний рывок у нас на два километрика и будем уже вон там со всеми на речке чилить, мыться и отдыхать. По такому тоннелю спускаемся. Посмотрите, как люди протоптали. То, что уровень земли вот он изначально. Тут же все протоптано. Такой у нас тоннель из растений, цветов. Торопей, все равно не умею. Торопей, Торопей, все равно в приюте Фишт. Такая вот здесь огромная территория. Здесь электропастух из-за медведей, говорят. Много-много-много-много палаток, а мы откуда-то оттуда пришли. Сейчас будем искать место, где встать. Так, ну все, мы поставили лагерь. Кто-то там вот у заборчика. У нас Серега здесь, Леха, Юля. В принципе, места полно. Ну и людей много. Конечно, больше, приют намного больше, чем инструкторская щель. Здесь есть даже вот сушить вещи. Тут больше туалетов. Там был один женский, один мужской. Здесь есть душевые, здесь есть умывальник. места типа столовой, где можно готовить еду и кушать. Сейчас жарко на солнце. Так что тут прям цивилизация. Есть розетки в здании. А мы завтра пойдем куда-то туда. Мы проснулись в 4 утра, чтобы в 6 часов выйти на фишт. Сказали, лучшее время для выхода с 4 до 6. В последнее окно как раз и пойдем. Заранее все приготовили. Ну, типа еду, чтобы не ковыряться по сумкам. Все готово было. И сейчас позавтракаем и отправимся наверх. Как раз уже со светом. В 6 утра мы выходим на фишт. Хотели, конечно, чуть пораньше. Ну, думали, вдруг соберемся быстрее. Но все по расписанию организма работает. Еда готовится. 2 часа на сборы у нас ушло. И мы выходим. Погода пока прекрасная. Посмотрим, что будет дальше. Наш путь пойдет вот сюда в подъем. Потом по отрогу вот к тем скалам. Вот здесь вот за вершиной, ну, вот которая такая плоская, там ледник. И вот туда на фишт выходим. Вон он как раз сейчас солнцем освещен. 5 километров, 5-5 с половиной где-то и набор полторы тысячи у нас получится сегодня. Как-то с этим подъемом я потею сильнее. Ну, он, конечно, и круче, естественно, чем Оштен. Оштен. Вот, поэтому уже все мокрые. Влажно, наверное, еще в этой траве. После рассыпался всего. Ее, мокрые, все. Вот здесь протянуты веревки с узлами даже. Вот так вот выглядит прям вообще легко. Да, в принципе, тут несложно. Миша говорит, вот здесь вот можно пройти, ну, вот так вот боком, потом туда по диагонали. Но все равно для людей здесь навешаны веревки. Какие-то покрывающиеся. Срочный звонок? А что, сегодня пятница? А вот так вот это выглядит сверху. Все, веревка свободна. Вторая веревка пошла. Причем вот одна и там еще вторая начинается. Сергей зачем-то лезет сам без веревки. Тут, в принципе, да, так несложно. Здесь уже просто все натоптано и стерто практически. Нормальные ступенечки даже без веревки. Я тут на камне нашла, кажется, станки ракушки. Видите? Кружочек. так он прям сразу в глаза мне бросился. Ребята, он поднимается. Я просто не тороплюсь, чтобы в попу не дышать. Разглядываю вот эти штучки. Вот увидела. Идут красавчики наши. Поднимаются все куда-то туда, вон, к двум кустам. За час пятьдесят прошли половину. Осталось нам еще два и семь. Но скорость, естественно, падает, потому что устаешь. Подъемы круче становятся. И впереди у нас большой ледник. Большой фиштинский ледник, по-моему, называется. Там тоже время, я думаю, потратим. Неплохо. Идется хорошо. Солнышко встало, жарко. Но с высотой попрохлани было бы жарче. Но мы же не альпинисты. Для велосипедистов, мне кажется, у нас хороший. Попробуем ложиться в четыре часа, в три. Ну, наверное, даже в четыре с половиной. Не как вчера нам ребята говорили, что за шесть восходят. Ну, посмотрим. Поснимаю на обратном пути, когда солнце уйдет за спину мне сейчас. Ну, вот такие вот слои гор. Дальше, ближе. Здесь уже все зелененькое. Сейчас оттуда откуда-то появятся ребятки. Посмотрите, какую красоту вода вымывает в скалах. Глубоко, резные все. Вот он, ледник, который нам надо будет пересекать. Вот над этим темным пятном идет он туда наверх по диагонали дорожка. И через два маленьких пятнышка она тоже проходит. То ли это подтаявшее, то ли это лед. Не знаю, сейчас ближе подойдем, посмотрим. Как-то так стрёмненько выглядит через все это идти туда, а потом нафишт наверх, уже на вершину. За ней придется заходить. Первый снежничек. Миша уже прошел. Вон он впереди. Сережа сзади ждет ребят, которые последними идут. Сейчас попробую, что это такое. А вот горно-ледниковая вода. Видите, ручей текут. Они на самом деле так шумят. Мы их издалека слышали, но не понимали, где они. Вон там, я вижу, прям вода бурлит. Вот ручей. Под снег, получается, уходит. Под ледник, наверное. И питает речки. Скорее всего, эту белую, на которой мы стоим, тоже он питает. Я продеваю вперед, потом обратно. Затягиваем. с этой. Сразу две. А потом? Носок плохо встал. Вот, видишь, не стоит. Пойдем, как они. Если перебиваете с посклона вверх, одну ногу вверх по склону, вторую чуть-чуть огибаете, вниз по склону. И вот так начинаете погибаться. спускаться проще. Вот так вот ставьте ногу. На пятку. Нет, полностью пнете. Всегда наступаем, полностью пнете. Не так, не так. И не так, Сереж, как-то не вот так вот. Потому что, если вы чуть-чуть вот так вот поставите на скосок, вы просто не скользнете, и не убежите. специфические ощущения. Вроде ты чувствуешь себя в кошках уверенно, но все равно страшно и стрёмно, потому что это лед. Еще и приходится эти ручьи переходить. Вот сейчас, например, Юля не смогла перешагнуть этот ручей. Ну, страшно было перенести вторую ногу. Она пониже меня ростом. Сильно пониже. И они сейчас идут пока с той стороны. Но, когда хочется вроде скорость прибавить, типа, о, я себя так хорошо чувствую, но это опасно. Можно отвлечься на что-то и соскользнуть. В общем, идем потихонечку. Самый лед и ручьи мы перешли. Сейчас здесь вот такой вот рыхлый снег. Но нам еще подниматься и подниматься какой-то вот из этих расщелин. И дальше уже по камням. Ну, уже немножко осталось в сравнении с тем, что прошли. Вот там снизу облачка поднимаются. Трещины. Их надо обходить. Мы шли вот здесь вот, левее. И мужчина нам сверху сказал обойти вот эту трещину. То есть подняться наверх. И вот она тропа. Тонфиш чуть-чуть осталось. Там ледник. Вот этот подъем по скалам самый тяжелый на самом деле. Очень тяжелый. Ребята, вон еще внизу. Ну, виды, конечно. Ну, что, мы с Мишаней дошли первые. Ребята еще идут. Здесь очень сильный ветер. Я сейчас покрутилась на видео. Я вот сейчас такой кулуарчике небольшом сижу, отдыхаю. Ждем ребят. У нас перекус будет. Че ж, зря мы это все несли. И... Назад. И назад, на самом деле, вниз намного сложнее будет. И, возможно, и по времени даже больше. А, сейчас надо смотреть, за сколько мы дошли. За пять часов. Мы дошли за пять часов. Могли бы чуть быстрее, на самом деле. Но за пять часов. Подходит. Подходит. Че, Миш, скажешь про Фишт? Да, хорошая гора. Непростая. Как оцениваешь свое восхождение? Нормально, хорошо. Спуститься теперь самое главное. Да, я тоже об этом же, что теперь главное спуск. Не расслабляться и спускаться аккуратно. Еще аккуратнее, чем подниматься. Да, вдвойне, если не втройне. Пожалуйста, пожаловать. Вон наш приют, где мы поднимались. Вот такие вот виды. Это Оштон, самый высокий. Нет, вот Оштон, наверное. Да, вот это Оштон, самый высокий. Путаюсь уже тут. Отсюда уже палатки не можем различить. Там ниже еще различали свои палатки по цвету. Сейчас в маленькой ложбинке прячемся от ветра. В итоге поднялось 5 человек. Стартовало 7. Двое здесь недалеко на перевале. Один не стал восходить, потому что мозоли. Все, сейчас будем спускаться где-нибудь внизу, наверное, до ледника. Перекусим. Ну и постепенно, не торопясь, будем выходить вниз. Ну и как придем, будем отдыхать. И завтра днемка. В общем, получать удовольствие. Пачка семечек и две больших пачки сухариков. Опа. Сейчас придем, кайфанем. Да. Почему у меня ноги не от шеи растут? Мы снова на леднике. Пойдем мы его по снежной части, на лед, там, где вот эти потоки, не пойдем. Мы, получается, в другие скалы перейдем и уже по скалам спустимся вниз. А сюда, когда мы шли, мы, получается, по самому леднику прямо шли, где вот эти вот ручьи вниз текли. Сейчас сделаем попроще. Пройдем быстро через снег. Почему быстро? Камни оттуда летят. Их на снегу даже очень много. Все, надеваем кошки и бегом-бегом на ту сторону. Уже как матерые идем с Алешкой ледник. Мы поднимались вот здесь вот, туда, когда шли, и дальше вышли на эту тропу. Сейчас мы идем чисто по тропе вот в скалы и чуть-чуть по ним спустимся буквально. А Леха еще, когда идет, вперед уходит, потом останавливается и смотрит наверх на камни, потому что оттуда сверху все летит. Вот камни и маленькие, и большие. И внизу вон камни есть. Поэтому надо быть внимательны. Пока мы шли, мы тоже видели пару раз, как камень скатился. Еще, вот такие вот у меня кошки были. То есть это самые такие простенькие. Они надеваются вот на мой 39-й, прям как плиты, и вот здесь затягиваются. Вполне достаточно для фишта. Даже на вот таком рыхлом снегу они ведут себя хуже, потому что проскальзывают, видите? А на льду просто идеально. Держат прям очень хорошо. Вот ледниковые воды Кавказа. Смотрите, как выглядят. На самом деле очень шумно. Мы слышали еще до того, как сюда вышли на ледник, еще снизу, как здесь прям как будто водопад. И вот теперь мы понимаем, здесь достаточно такое много воды. То есть и вот этот весь склон, вот эти линии вертикальные, если видите, это все такие вот ручьи, которые проела вода, проложила вода себе. Достаточно глубокие многие. Даже было страшно переходить некоторые. Но так как это лед, то кошка, я говорю, очень комфортно здесь была. А ребята у нас вот двое спускаются, слева один не наш. Они на лед пошли. А может нет. И еще трое вот сзади. Спускаются так же, как мы по снегу, а Сергей с Юлей идут по камням. Но нам, наш взгляд, все-таки по снегу было проще. Здесь камни с цепухой, такое себе удовольствие. Мих вообще он как на лыжах. Ну, кстати, да. В кошках сразу выходить на ледник лучше, чем через камни лезть на тропу. Да. Однозначно. Камни хуже. Мы поэтому спустились по этому. Да-да-да. По снегу. Поэтому для последователей этого видео... А вообще надо было прям по леднику спускаться. Нет. Если у вас есть кошки, то прям в диагонали. Если нету, то, блин, рискованно. Очень рискованно. Как же парить снег. Все, спускаемся, спускаемся. Причем не можем узнать места, что мы здесь поднимались. Совсем они по-другому выглядят. Но где-то вот здесь сейчас будет на обрыве, наверное, веревка. Вторая. Если снизу смотреть, то вторая. Спускаемся по первой веревке. Сергей Иванович, попой вперед! Вот. Встань. Не надо мне говорить, что делать. Он не скажет, куда тебе идти. Второй пошел. Для Юли это на самом деле большой стресс. Ей страшно так спускаться. Ей проще пройти по леднику. У каждого, как мы выяснили, свои страхи. Кто-то боится ледника, кто-то камней, кто-то вот так вот по веревке спускаться. Ну все. Самое сложное. Мы все спустились. У нас остались такие вот травянистые джунгли. И такой пологий уже спуск. А потом вообще к реке выйдем и вдоль реки доходим уже до приюта. Впечатлений много. Здесь очень много разнообразных покрытий. И вообще мест таких, которые нужно проходить. То есть это вот веревки. Потом такие вот скалы вымытые с расщелинами, которые надо переступать. Ледник тот же самый. Потом вот эти вот следующие камни сыпуха. Ну и сам уже по хребту подход к горе. То есть впечатлений много. Это достаточно сложно для нас, по крайней мере, для меня технично. Но все выдержали, все нормально, все справились. Спать, я думаю, мы будем сегодня как убитые. Сегодня шестой день пешего похода Лаганаки. Сегодня у нас дневка. Вчера мы восходили на Фишт. И дневка, и Фишт у нас поменялось местами. Все из-за прогнозов погоды. Вчера был солнечный день. По прогнозам облачные с прояснениями. Достаточно жарко. Сегодня небо затянуто. И мы решили идти пораньше, а в облачный день отдохнуть в палачном лагере приюта Фишт. Ну, восхождение было достаточно интересным. Сегодня отдыхаем, набираемся сил. У нас еще как минимум два дня на выход с нашего маршрута. Это приют Бабу Каул. И следующее уже КПП и выход в населенный пункт Целохаул, откуда мы уже двинемся на море. Сегодня у нас по плану еще баня. Забронировали парочку часиков. Ну, просто отдохнуть, пропариться перед тем, как у нас еще будет два перехода почти по 20 километров. Поход удался по всем показателям и по всех соображениях. Во-первых, было очень красиво и интересное выборное место. Парковки, стоянки отличные. Замечательно решен вопрос был с едой. Еда на уровне всех походов. Вкусно, сытно, добротно, никаких в количестве достаточно. Так что можно было не бояться, что придешь к новому месту и будешь голодным, как вот. У нас утро. Сегодня, по-моему, воскресенье, 13 августа. Мы в днях, на самом деле, вообще путаемся. И в днях неделя, и в числах. Только в телефоне иногда смотрим. И с утра было нормально, высоко. И посмотрите, какой пришел опять туман. Время сейчас где-то, наверное, может быть, 7-20. В 6 у нас был подъем, и вот такой вот туман в лагере. Прям накатил. Причем, ну, уже за рекой не видно леса. Ночью был дождь опять. Причем такой приходит, пройдет. Опять придет. Молнии вроде даже сверкали. Вчера очень много было людей, которые возвращались поздно либо с Фишта, либо с Фишта Аштеновского перевала и с Армянского перевала. Потому что мы уже даже наблюдаем. Получается, мы здесь третью ночь сегодня были. Первую ночь, когда пришли, потом Фишт ходили ночь. И вот вчера дневка тоже, ночь переночевали. И уже каждый вечер у нас развлечение. Мы начинаем смотреть на перевалы и смотреть огоньки. Ну, то есть люди, которые спускаются уже в ночи. Для нас это, конечно, ну, мы не понимаем, почему. То есть это либо люди ленятся, рано выходят, поздно, наоборот, выходят. Либо что-то, длинный такой маршрут, чтобы возвращаться уже, ну, вот по всем этим камням, по глине после дождей. Уже с фонариком, ну, это некомфортно. Прям очень некомфортно. Вчера большая вереница была с Фишта Аштеновского перевала. Так что вечером выходим, наблюдаем, где эти фонарики начинают гореть. Так что мы завтракаем. Сейчас собираем. Палатки придется мокрые нести. Может быть, вечером на стоянке просушим. Посмотрим, сейчас погодой будет. Всё, мы свой лагерь собрали. Вон уже рюкзаки у нас лежат. Сейчас будем выдвигаться. Погода показывает, что мы приняли правильное решение, когда после перехода на следующий день, после перехода из инструкторской щели сюда, в приют Фишт, сразу же на следующий день пошли на Фишт. Потому что, получается, вчерашний день нашей дневки был плохой. То есть, во-первых, после дождя, мокро, там есть глины, плюс туманы, и утром, и днем, и вечером облака достаточно низкие. Сегодня та же самая. Петрушка, вы видите, горы не видно. А мы, когда выходили на Фишт, было ясное небо, и Фишт было отсюда видно. То есть, если бы мы поленились, хотели бы после перехода, например, отдохнуть сначала дневку, такие планы на самом деле и были изначально. Сначала прийти, дневку устроить, потом сходить на Фишт, и уйти уже в Абук-Аулу, тоже приют, куда мы сегодня выдвигаемся. Мы бы, скорее всего, не поднялись на Фишт, и вообще бы не вышли туда же туда, потому что погодные условия были, ну вот. И сегодня, и вчера очень плохие. А так, получается, мы сходили на Фишт, после Фишта вчера дневку отдохнули, то есть ноги наши отдохнули. Сходили вчера в баню, еще погрели мышцы, и сегодня уже пойдем. До Бабук-Аула 19 километров, поэтому, ну, такой, как бы, хороший переход будет у нас. Возможно, мы посередине заночуем, там есть нерабочий приют, где обычно останавливаются ноги. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим, как будет идти. Идем в облаке, при этом светит солнце, но мы в лесу, в лесу пока комфортнее, хотя бы нет палящего солнца. Забираемся на перевал Белореченский, а потом будем вниз спускаться. Дорогу местами, где мало камней, конечно, очень веселая такая вот глина, ну, грязь, в общем. А это уже второй день дожди. Уже размокло, хорошо. Но она, кстати, очень липкая. Иногда можно ногу вытащить из ботинка. И ладно, это подъем. На спуске это все дело будет намного веселее. Дошли до Белореченского, еще черкесский, а потом все вниз пойдем. Вот у коров и лошадей здесь колокольчики. И мы это называем передвижная церковь. Потому что издалека ощущение, что это звон колоколов. В горах это еще звук разносится. Пасутся. О, еще вон впереди стадо. Так, мы дошли до летних домиков. Здесь, я вам показывала, мы проходили, тут пасутся много-много коров. У них здесь есть молоко мацони, но молоко почему-то не продают. Но зато продают лепешки с сыром. Вот сейчас мы посмотрим. И как раз мы перекусим. Смотрите, какая прелесть. Вкуснячая. А еще здесь есть супер ласковый пёсель. Божечки. Вот этот. Вот этот и слащный. Вот этот и огромный, и слащный. Он их прям при нас готовит, кстати. Для нас, вернее. Только-только прям пожаренные. Спасибо. Такая вот дорога у нас началась по склону горы. Чуть-чуть мы спускаемся вниз, но в основном такая очень комфортная и очень красивая. То есть вниз, сверху лес. И так вот змейкой вдоль склона, по склону мы идем. Лошади встречаются. А потом, я так понимаю, мы выйдем на хребет, на трог, и по нему пойдем вниз. И там начнется как раз веселый спуск, участок. Но нам до него еще километра три с половиной точно. Мы уже прошли половину пути сегодня. Остановились на обед, сварили суп. У ручья набрали воды. Там хорошая еще была ровная площадка, чтобы пообедать. И двигаемся дальше. Сейчас у нас буквально через километр начнется веселый спуск. Пока мы только в догадках, что это может быть. Но все-таки этой тропой ходят лошади. Я надеюсь, что там более-менее проходибельно. Поэтому очень интересно, почему мы все-таки назвали веселым спуском. Сейчас узнаем. Так, ну вот он, начался веселый спуск. Здесь вот неплохое местечко, поэтому еще более-менее могу снимать. А так иду палки в руках в обеих. Ну, в общем, это крутой спуск, да еще и с камнями. То есть приходится их обходить. С камнями, с корнями. Здесь вот такой, кстати, очень даже неплохой участочек. И так вот чуть ли не три километра придется вниз. Уже сразу мышцы, уши коленки и начинают чувствоваться. Хорошо еще чуть-чуть подсохло. Ну, вот Сергей Иванович чуть ли не навернулся только что. Коленочка вон правая у него черненькая. Что у тебя с коленочкой? Глазатая. Жаль, я не успела заснять, как ты там летел. Вот он, веселый спуск начинается, да? Да, похоже, что это есть веселый спуск. Камней много, да, не торопиться, главное. Влажно еще после дождя, камни с кучей, скользко, так что все тут хорошо. Полный фарш. Да, да, да. Даже вот такой лабиринтик есть. Все еще спускаемся этим веселым спуском. У нас уже меньше тысячи высота. И здесь очень душно. То есть вроде и от солнца мы защищены лесом, ну вообще не дуновение ветерка, все мокрые, просто течем. Там как-то на высоте было посвежее, там и ветер гулял, то есть посвободней было. А здесь прям душно уже. То есть в парилке идем уже, наверное, второй час точно. Вот на такую дорогу там сзади небольшая беседка и ребята ждут машину. За ним приедет машина. То есть тут видно уже автомобиль может доехать. Вот. А мы топаем нам еще где-то 4-4,5 километра до приюта Бабукаул. Но это уже лучше, чем по лесу, по корням и очень сильными перепадами высот. Здесь уже по площади стало. То сейчас поактивнее уже дотопаем. В приюте Фишт есть столовая. Там столы стоят и когда они свободны, можно занять, покушать. Можно... Мы иногда готовили у палатки, иногда там готовили иду. Вот. И там есть стол, столовая, которая ближе к нам была. Даром написано. Ну, то есть мы там оставили, например, лишний рис, гречку, еще что-то. Подрассчитали сейчас на три дня. Ну, сегодняшний, завтра и послезавтра. И все остальное оставили. А оттуда тоже брали и для нас самым таким, наверное, радостным, что мы оттуда взяли. Это был лук и чеснок. Ну, там крупы, макароны, дошираки есть. А вот такого, как лук, у нас с собой нет. Ну, у нас как бы питание такое плотное, питательное, но не суперразнообразное. То есть не такое разнообразное, как у тех людей, которые приезжают туда чисто на выходные, которых завозят, скорее всего, лошадьми. Ну, потому что у них, во-первых, есть что-то в стекле, в том числе алкоголь. Ну, есть, конечно, не в стекле. Это видно сразу. Вот. У нас, естественно, все четенько, чисто еда и вещи. И никаких таких ништячков у нас дополнительных нет. Типа там кетчупа, майонеза, соуса какого-нибудь. Мы это ничего не несли. И когда вот там нашли лук, прям были довольны. То есть мы в первый день как приехали луковицу, две маленьких взяли, а сегодня с утра было аж три луковицы. Так как сегодня воскресенье, многие, кто приезжал на выходные, сегодня уезжают. Естественно, они обратно с собой это не повезут, поэтому там сегодня достаточно так это. Хорошо. А вчера в субботу было очень скудно, никто ничего не оставлял, потому что только заезжали все. Мы в приюте Бабукаул. Пришли мы где-то в начале шестого. Приняли душ, помыли обувь немного. Ну, то есть видите, мы с мокрыми волосами постирали одежду, поставили в лагерь, просушили внутренний верхний тент от палатки и сейчас уже начинаем готовить ужин. У нас еще изменения. У нас три человека, Ева, Арсений и Анатолий. Ну, они как раз вот втроем вместе присоединились к нам, получается, к пешему походу. Они уехали ну, куда-то к морю, потому что мы в четырех километрах был кордон, а там стояла группа где-то из четырех человек и сказали, что их заберет машина. Они в Сочи вообще сами. И потом мы уже, значит, пошли и когда проехала эта машина, там были Арсений и Ева, они отдали, получается, Сергею еду. У Евы очень сильно разболелось колено под нагрузкой, то есть оно у нее и болело, она носила такую штуку на колено, утягивающую. Плюс, я так понимаю, иногда она пила обезболивающий типа спазмолгона, что-то такое. Я ей давала, по крайней мере, таблетку. Поэтому они уехали, оставили нам еду. Теперь у нас еды опять много и у нас пять человек осталось. Территория приюта Бабук-Ау нам очень понравилась. То есть она не такая огромная, как Фишт. Сейчас здесь поменьше народу, так как все-таки воскресенье. И здесь намного цивильнее. То есть вот такие вот туалеты, а рядом душевая, причем у тебя есть место зайти, деревянный пол, потом поддон, ну и нормальная закрывающаяся дверь. То есть в приюте Фишт это просто такая клеенка плотная, которая отодвигается с одной стороны и закрывается. Вот здесь такая вот красивая территория, все чистенько. Соответственно, здесь смотритель ну как бы за этой всей территорией ухаживает, не допускает того, чтобы здесь все засрали. А в приюте Фишт как-то, ну, не так лояльно. Вернее, наоборот, более лояльно, наверное, к посетителям. Вот, например, с утра мы сегодня наблюдали. Было место под палатку. Люди раньше нас ушли, собрали палатку и оставили большой пакет черный мусора. Просто, то есть на том месте, где они были. Я не понимаю, как так можно сделать. Мы весь мусор, что у нас был, что можно было сжечь, сожгли, а газовые баллоны камнем расплющили и принесли их сюда. И дальше завтра понесем, плюс еще новый, если добавится. Здесь территория намного чище. То есть, ну, реально видно, что смотритель, кто здесь главный, он, ну, как бы за ней так трепетно ухаживает. И в туалетах чисто, в душевых очень чисто, потому что в Фиштовских душевых ой, без слез не взглянешь, если честно. То есть, там вода вот так стоит в поддоне, она не уходит, там уже такое все зеленое. То есть, туда заходишь только в обуви, здесь намного чище, плюс здесь такие стационарные души, то есть, закрывается, ну, нормальной калиткой. Там есть кран на ноги лить, например, и лейка сверху. В приюте Фиш ничего такого нет. То есть, там, ну, прям реально, либо там очень большая проходимость, и это все очень сильно и быстро засирают, может быть, здесь поменьше. Ну, хотя здесь тоже 100 человек в день как минимум проходит, нам сказал, смотрите. Но здесь прям, прям невероятно классно, невероятно чисто, прям очень приятное место по сравнению с Фиштом. Фишт нас как-то немного, ну, наверное, приют разочаровал, даже не знаю, как вверх, много народу. Во-первых, там все прибухивают, да, там, туда приезжают, привозят людей с продуктами на лошадях. Они просто тусят, там, два выходных, побухают и уезжают. Они даже на гору не идут. И мы вот как раз с местными на кордоне встретились, они как раз про это нам рассказали, как вообще проводят, куда, где был выходной, типа на Фишт ездил. А Бабу Каул, он, видимо, менее популярный, это все-таки выход из заповедника, и с той стороны, я так понимаю, может быть, меньше пускает, выясню, Сергея спрошу. Ну, то есть, весь основной поток идет оттуда с Майкопа, и как раз-таки до перевала Фишт. И там, конечно, ну, такое себе. Мы посмотрим, конечно, что здесь вечером будет, но здесь существенно меньше народу, я не думаю, что-то будет орать, песни петь до ночи. Я вот вчера двух мужчин в 11 часов просто затыкала рядом, потому что они стояли, трындели в полный голос. Ну, вот как я сейчас громко говорю для камеры, они также стояли. Я еще специально посмотрела на часы 23 ночи, как гаркнуло на них, потому что у меня было полное право в 10 часов отбой. Смотрите, какая классная столоха. То есть, она открытая, вся деревянная. Насколько здесь все-таки цивильнее, приятнее и красивее. Вот таким небольшим составом покидаем приют в Бабу Каул. Очень классный приют. Мы просто в восторге от него. Насколько здесь все ухожено, чисто и спокойно. Костя Ленышкин. Все, выходим мы из Кавказского государственного заповедника и еще 13 километров нам до Салахаула. Мы все топаем в Салахаул. Осталось порядка 6 километров нам. Два раза мы уже останавливались на выходе из Кавказского заповедника. И сейчас около речки перекусили немного бутерброды. Очень жарко. Это мы еще идем не по солнечному склону. Тут прям влажно, парилка. Иногда бывает ветерок, хоть как-то освежает. Но ветер, сам воздух достаточно теплый уже. Поэтому ничего интересного не происходит. Дорога идет по склону. Она автомобильная, но машин немного. Пару азиков буквально проехала. И все. Так что топаем. Мокрые опять все. Чуть-чуть осталось до цивилизации. Дальше посмотрим, что будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok